В первую очередь участники заседания обсудили итоги работы рабочих и мониторинговых групп под комиссией. Создание эффективного механизма предупреждения чрезвычайных ситуаций экологического характера, а также отлаженный механизм взаимодействия по обеспечению экологической безопасности Дальнего Востока. Эти результаты сотрудничества двух министерств специалисты назвали самыми важными. Жёсткое соблюдение экологических требований России и Китаем способствует улучшению и качества воды в Амуре, так называемого трансграничного водного объекта, и не просто увеличению популяции, но и в принципе появлению в реке нового вида рыбы. Здесь как раз все специалисты обозначили тенденцию улучшения ситуации. Коллеги, которые подчеркнули, что уже началось рыболовство. То есть это как раз подчеркивает, что все наши усилия, которые мы здесь принимаем, совместно реализуем, они приводят к положительному результату и результату не только относящихся к водным объектам, которым мы занимаемся, но и уже опосредованно это всё влияет на всю экологическую систему тех территорий, где эти водные объекты находятся. В отличие от БРИКС, подчеркивает Сергей Донской, здесь стороны обсудили более конкретные вопросы. А первый обмен России и Китая фото- и видеоданными позволил оценить общую численность популяции леопардов. Их сегодня 80 особей. Накануне министр природных ресурсов России побывал и в Кавказском биосферном заповеднике. Сергей Донской лично убедился в том, что выпущенные этим летом кавказские леопарды готовы к зимнему периоду. Взаимодействие между нашими ведомствами только укрепляется. Прочная основа и для дальнейшего сотрудничества, в том числе и в рамках БРИКС. Сергей Донской также отметил, что Россия заинтересована в налаживании конструктивного диалога с Китаем по ряду новых вопросов в природоохранной сфере. Среди них и взаимодействие в области обращения с отходами. Тесное сотрудничество планируется и в следующем году, который в России объявлен годом экологии. Продолжение следует...